Всем привет! Блендер 2.90. Мустанг Shelby Eleanor GT500 меня не отпускает. Искал информацию с чего начать, как это все дело замоделить, именно свою модель сделать в качестве, опять же, навыка, опыта. На полях YouTube нашел канал, ссылка в описании. Ну и первый ролик, давайте попробуем именно сделать студию. Погнали! Итак, нам понадобится куб, камеру и свет можно отключить. Также нам понадобится именно вот такой вот чертеж с размерами. Чем больше размеров, тем лучше. Там лобовое окно, какого размера, возможно, пригодится. Но это уже в процессе понятно будет, точно это надо или нет. Так, теперь нам нужны именно длина, ширина, высота модели машины, именно от уровня пола, земли. Нужен вид сверху, вид сбоку, вид спереди, вид сзади. Делаем вот такие скриншоты или обрезаем картинку. Это вид спереди, это вид сбоку, сверху, сзади. Так, начинаем с вида именно сбоку. И вот этот размер нужно выставить кубу. 4.628 Находим N панель клавиши N английская по X 4000 точка 628. Enter. Теперь нам нужна именно длина. Так, это вот длина. Нам нужна теперь ширина по Y. Выставляем 1560, но здесь вот у меня по чертежу, именно по фарам идет, по краям. Надо добавить вот это еще расстояние. Ну, давайте добавим приблизительно, ну, 40 сантиметров на крылья, по 20 сантиметров. 1600 поставим. 1000 точка 600. Enter. Теперь нам нужна высота. Высота у нас 1280. Это по Z. 1280. Enter. Опа. Пишем через точку. 1000 точка 280. Enter. Вот теперь нормально. Так, теперь единица. Это вид сбоку, но именно длина. Тройка вид спереди и вид сзади будет меняться. Так, сзад будет стоять спереди, а перед будет стоять сзади. Теперь нам нужно нажать тройку, так, единицу, перевернуть куб и зайти в Edit Mode. Выделяем полигоны. Вот этот полигон. Вот этот полигон и вот этот полигон. Делаем, так, Delete Face. Н панель. Н панель пока можно закрыть. Получается у нас вот такая вот заготовка. Ну и попробуем, выберем английскую А. Сделаем Alt N и вывернем нормальный. Рекаркуляция, Inside нажмем. Теперь выбираем вот этот полигон. Находим материалы. Материал переименовываем, пишем, так, это у нас бок, можно по-английски, кто его знает. И применяем Ascision, заходим в Base Color, находим Image текстуры и Open, находим где у вас находятся вот эти вот текстуры в папке или на рабочем столе и бок подгружаем. Там вы видите, что ничего не видно. Можно переключиться вот на этот шейдер, третий. А можно остаться на втором и включить шейдинг в AirPort Shading и переключиться на текстуры. Также включить Bug Face Culling. Вот это. Но это потом мы включим, чтобы когда будем крутить, вот такого вот у нас не было. Так. Заходим в UV Editor. Здесь у нас английская А. Выделяем вот этот полигон, делаем S. Смотрим, как он тут вообще установлен. Layout. Нужно его перекрутить. Так. Крутим его. R. Вот так вот. Выбираем ребра или вершины и двигаем ребра. Можно использовать MOV, чтобы было ровно. И доводим до края вот этого чертежа. Вот где вот эта полоса стоит, которая именно конечная по длине. Делать это 4628. Это 2695 по колесам. Так. Смотрим. Layout. Правильно все стало. Нет, еще не видно. Сейчас мы это все дело подкорректируем. По крыше теперь выравниваем. Выравниваем теперь по уровню асфальта земли по колесам. И выравниваем по носу. Тоже по полосе. Вот так вот. Смотрим layout. Все у нас перевернуто. Попробуем сделать UV Editor. Выберем весь A куб и сделаем. Так. Smart UV Project. Расстояние между развертками поставим. Теперь. Выбираем вот этот полигон. Делаем ему английскую A. Делаем английскую S. G. Layout. Смотрим. Вот уже вроде нормально. UV Editor. Все это дело перекручиваем. Смотрим. Лайаут. UV Editor. Так. Что такое получается. Выбираем выбираем ребро. Опять же повторяем. Выравниваем по полосам. И по уровню крыши. Layout. UV Editor. И теперь английская A и R. Перекручиваем все это дело. Щелчок. Вот установился вот такой вот реф. Давайте теперь установим. Зайдем в Edit Mode. Установим на вот этот вот полигон. Именно это здесь у нас будет зад стоять. Пишем. Добавляем новый материал. New. Пишем зад. E-Cision. Применяем. Base Color. Image Textures. Находим эту текстурку. Это у нас зад. Вот он. Находим UV Editor. Английская A. Выделяем полигон. Выбираем наверное ребро. Вытягиваем. Вытягиваем. Сейчас посмотрим как все установилось. Вот нормально. Но теперь нужно подкорректироваться. Выбираем низ. И опять же по уровню колес. И по бокам четко. Вот по крыльям прям выводим. Чтобы потом можно было это дело все моделить нормально. Так. Крышу немножко вниз. Вот получается такая заготовка. Ну на этот полигон. На задний. Здесь ставим перед. Создаем материал. New. Пишем перед. Или фаз. Enter. И E-Cision. Применяем опять же Base Color. Жмем Image Textures. Open. Находим перед. Open. UV Editor. UV Editor. Английская. A. Выделяем полигон G. Ставим его вот так вот. По низу. Выбираем ребро. Все это дело. Вытягиваем. Опять же по крылу. Layout. И перекручиваем модель. UV Editor. UV Editor. Английская A. R. Перекручиваем и поправляем заново. Выбираем ребро. Вытягиваем. Низ вытягиваем. Дойдите копать. Английская A и R. Еще раз перекручиваем. Вот такая попытка повторить, попробовать. Layout. Все установилось. Ну и также установлен низ. Вот этот полигон. Вот этот. Тоже добавляем новый материал. Пишем это вверх. Или крыша. Опять же Essision применяем. И уже Base Color подставляем. Так. Сэкономлю время. Не буду его сейчас пока вставлять. Покажу уже готовым. Ну вот. Когда мы крутим модель. Вы видите, что вот эту студию. Лепить в принципе невозможно. Если здесь будут находиться вершины. Вот эти вот полигоны, которые будем обводить. То мы их не увидим. Вот с этой точки. И вот с этой. Заходим теперь в Viaport Shading. И ставим. Вот это все. А. Выбираем. И ставим Backface Cooling. Вот этот. Снимаем выделение. Вот теперь если мы нажимаем единицу. У нас будет бок. Тройка. У нас будет именно виден зад. А перед нам не будет именно мешать. Он просвечивается теперь. А так будет внешний вид. Мы будем видеть перед машины. Семерка на лампаде. Соответственно будет у нас вверх. Вот в таком виде можно теперь начинать пробовать второй этап моделирования вот этого мустанга Shelby Eleanor GT500. Надеюсь в следующих роликах она начнет получаться. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok